ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ К слову, я в данном случае полностью на стороне соотечественников. Более того, мне очень хочется верить, что неплатежи вот эти не только с отсутствием денег у населения связаны, а еще и в то, что это своего рода протест. Российские граждане, недойная корова, им уже надоедать начинают, что дерут за каждый пук. Причем, господа, вы ведь, наверное, тоже обратили внимание, цены-то выросли, а качество услуги хуже стало. Пример, пожалуйста, из личного. У меня, ну там, где я живу, рядом расположены три многоквартирных дома в линейку длинных таких советской еще постройки. И вот на эти три дома до недавнего времени полагалось четыре контейнерные площадки. Ну, чтобы с торца каждого, чтобы людям удобно было. После вступления, в силу новых правил, площадок осталось две. Угадайте, почему? А мусорщикам? Потому что неудобно из четырех точек отходы забирать, а вот из двух в самый раз. Слушайте, круто как, а? Теперь моя мать, пенсионерка, которая 70, платит за вывоз тех ТБО втрое больше, а чешет с тяжелым пакетом на мусорку втрое дальше. Ах, это, наверное, просто о ее здоровье оператор решил побеспокоиться. Ну, нужна аж маме физкультура. Так вы тогда, господа, проще сделайте. Поднимите цены не в три раза, а в 33. Уберите вообще все контейнеры, объявите через пропагандистов, муниципальная свалка в 30 километрах от города, таскайте свой мусор туда. Стояли контейнеры, еще пару месяцев назад они тут стояли, обслуживали вот эти два дома, вот один, вот второй, вот даже три, вы видите. Пару месяцев назад ее убрали, сейчас вот для того, чтобы выбросить мусор, нам немножко подальше надо пройти. Вот она, ближайшая контейнерная площадка, которую оставили. Можете видеть, да, вот сейчас времени полдень, вот уже накидали огромное количество мусора, хотя мусор выводится по утрам. Ну и сами представьте, сколько его будет к завтрашнему утру. Теперь, что касается пугалок, гол приостановят ведь свою работу региональные операторы. Если народ платить за вывоз мусора не начнет, стесняюсь спросить, а эта пугалка на кого рассчитана и нужно ли мне, например, бояться? Ну давайте рассуждать логически. Допустим, встали те мусорщики в пузу и действительно приостановили свою работу, перестали вывозить ТБО, что дальше? Ну к чему она и приведет? Правильно. Города начнут утопать в дерьме, простите, ну хорошо, месяц люди потерпят другую, а затем буза начнется. Социальный взрыв, если так понятнее, оно ведь как? Когда вы, господа, слуги народа, повышаете цены, скажем, на молоко, а производитель, в свою очередь, прикрывает ваши задницы, продавая в магазинах вместо литра 900 мл продукта, оно и правда не особо заметно, кто-то вообще в этом не разбирается. Потому это и прокатывает, вы продолжаете сидеть на попе ровно, а вот когда город или поселок превратится в помойку, мне кажется, что тут даже самые пробитые сторонники стабильности в стороне не останутся. Армия из Скобеевых и зомбоящика не поможет, Архангельский, Волоколамск, детской шуткой покажутся, и на политические протесты, то бишь на какого-нибудь Навального, это вряд ли получится списать. Ну а теперь, кроме шуток, вот вы знаете, у меня уже давно и крепко засела в голове одна мысль, которую никак не могу оттуда выгнать, нам часто лепят горбатого разного рода недопатриоты, мол, вся эта оппозиция, вся эта пятая колонна, они только одного хотят, революции, поспорил бы. Потому что все чаще прихожу к выводу, что революции в России хотят как раз правящая партия, ребята из Белого дома, из правительства, то есть по-другому. Безбашенность нынешней власти объяснить не получается, это реальная журналистика из полей. Опять доносится печаль, поехали! Еще песен, их есть у меня. На Медне в Госдуме в очередной раз поднимался вопрос о поддержке малообеспеченных граждан. Об этом болтают уже лет 20, однако с какой стороны подойти к решению данной проблемы слуги народа до сих пор не придумали. Тогда депутаты позвали на помощь вице-премьера Голикова, лучше бы кого-нибудь из КВН пригласили, честное слово. Вы даже не представляете, что пролопотала мадам Арбидол, а ныне вице-премьер Кабинета Министров по соцполитике. Давайте я задорного собезьяничаю, наберите в грудь воздуха да побольше. Итак, чтобы сформировать все как надо, мы должны исследовать эту бедность, понять ее причины. Твою мать! Голик и васотоварищи, оказывается, просто не понимают причин нищеты в России. Не знают они, откуда ноги растут. Вот сидит человек в правительстве с 90-го года, 29 лет уже, и не может понять, что же является причиной-то той бедности. Ага, если нет хлеба, пускай едят пирожные. Более того, в ближайшее время, насколько я уразумел, эта тетенька планирует заняться исследованиями. По данному вопросу, вероятно, какой-то НИИ создадут комиссию при правительстве. Еще одну комиссию при Госдуме, отдельные при Совете Федерации Общественной Палате. В регионах подразделения этих нужных ведомств обязательно должны появиться. Плюс контролирующие органы, короче, образуются у нас еще 1100 чиновников, которых мы будем содержать следующие лет 20. Ну, вопрос-то серьезный. Надо и правда разобраться, кто виноват, почему, про что делать пока рано. Почему я стала говорить про людей, которые, допустим, не имеют достатка, и про то, что кто-то курит бычок, кто-то гонит самогон. Потому что я не хочу, чтобы вы меня обвиняли в том, что я должна быть ответственна за этих людей, и в том, что люди должны обвинять президента за то, что у них маленькая пенсия. Я вот об этом хотела сказать, что не во всех этих их бедах виноват президент. Понимаете? Вот, кстати, и кандидат в руководители будущих исследователей нарисовался. Хотя, ладно, не об этой, прости господи, звезде сегодня речь. Если серьезно, вот вы знаете, мне постоянно кажется, что Голиков это такая эллочка щукина нашего времени, эллочка-людоедка. В смысле, мексиканский тушкан, шанхайский барс, железно. Такой самый главный в стране человек по популяризации слабоумия, ну и в качестве наглядного образца. А заодно выступает, впрочем, а ведь такие соломенные шляпки в политике нужны всегда. Вспомните тех же американцев и их Джейн Псаки, незаменимые люди. Потому что вот она несет что-то, а что ты с нее возьмешь, кроме анализов? К тому же смейся ты над этой барышней, не смейся. А получается-то в любом случае, как в том анекдоте, когда обезьяна, знаете, сидит на берегу реки, корку от банана в воде полощет, мимо плывет крокодил. Че делаешь? Дай рубль, скажу, не дам. Уплыл. В конце концов, любопытство все равно того крокодила сожрало и вернулся. Ладно, на рубль, только скажи, чего ты делаешь? Корку от банана полощет. Тьфу, злиться крокодил, какая же ты дура обезьяна. Только рубль на тебя зря потратил. Дура, не дура, а свой червонец в день имею. Ну и под занавес. В прошлый раз это не влезло в программу из-за жестких рамок хронометража. Нынче долго думал, в конечном итоге решил, все равно скажу. Депутату Госдумы Виталию Милонову в минувшие выходные накостыляли в родном Санкт-Ленинграде. Подозреваю, благородные избиратели. Но речь не об этом. Уже через несколько часов весь рунет облетел совершенно замечательный, на мой взгляд, мем. Жизнь нужно прожить так, чтобы вся страна радовалась, когда тебя избили. Но депутаты наши. Они сами прекрасные творцы мемов. И буквально тут же появился не менее потрясающий авторство принадлежит уже непосредственно парламентарию. Госпоже Дропенко. Сегодня нас бьют на стоянках, а завтра это шалупоний гопота в думу заявится в своих лаптях. Как-то так, господа, наслаждайтесь. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube канал сверху. Жду вас в числе подписчиков, в соцсетях тоже. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok